Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что я была рада, что сегодня была замечательная возможность у всех познакомиться с работой Джонатана Гогмана. Марина пишет, что у нее завтра день рождения. Ну что ж, друзья, мы все с удовольствием поздравляем Марину с этим прекрасным праздником. И, конечно же, рады, что вы проводите этот вечер вместе с нами, Марина. И сегодняшний вечер мне хотелось бы начать с нескольких вопросов, которые были написаны через анкету, через заполнение этой анкеты, которая у нас на страничке, посвященной этому вечеру. И я надеюсь, что в прошлый раз наши участники все получили у нас подарки, которые мы в прошлый раз дарили за интересные... За интересные вопросы и за интересные комментарии, как всегда в нашей передаче мы дарим подарки. Так что, надеюсь, сегодня кто-то из вас также поделится чем-то интересным и сможет получить свой подарок. А программа вечера у нас такая. Всегда возьмем несколько вопросов, которые вы отправили через анкету. Затем несколько вопросов в прямом эфире. И весь наш вечер завершится прекрасной церемонией исцеления. Благословление, которое мы делаем в конце нашей передачи. У меня вопрос. У нас есть кто-то, кто не присутствовал раньше на нашей встрече, на нашем сегодняшнем открытом вечере. У нас есть новички или все-таки у нас все уже заядлые, закоренные участники, которые всегда посещают наши встречи? Кто-то хотел бы поделиться, если кто-то здесь первый раз? Ага, Нина Гвоздкова у нас здесь сегодня в первый раз. Замечательно. Поздравляем. Я вижу еще несколько человек пишет. Вижу, что Нина Цуканова тоже пишет. Да, это тоже я. Так, кто еще присутствует или присоединяется к нам впервые? Наталья присоединяется к нам впервые. И я вижу, что к нам еще продолжают присоединяться. Галя Перевалова пишет, что и она впервые. Ну что ж, замечательно, прекрасно всегда иметь новые лица. Мы рады вас всех приветствовать в нашей передаче. Даже фонтан мой сегодня прекрасно слышно. Я надеюсь, что у нас будет хорошая связь и хорошая встреча. Но на самом-то деле наша встреча может быть хорошей, замечательной, независимо от качества связи. Правда? Если мы намерены иметь замечательный, прекрасный вечер, то, конечно же, мы получим то, что мы хотим. Правда? Ну что ж, друзья мои. Итак, несколько вопросов, которые вы мне написали в анкете. И сразу скажу, что вопросов, конечно же, много. И я даже сделала дополнительную категорию. Теперь, когда вы... Кстати сказать, все знают, где можно заполнить эти вопросы, да? Все знают, где можно оставить или... Да, вопрос оставить для меня или мне все-таки поделиться для вас сегодня ссылочкой. На всякий случай, если вдруг вы захотите оставить вопрос. Давайте все-таки я вам сейчас дам ссылочку. И на этой страничке есть анкета. И заполняя эту анкету, кстати сказать, мы также дарим подарки. Если нам понравится ваш вопрос или ваша история, и мы можем ответить на нее вот здесь, в прямом эфире или в следующих моих записях. Поэтому пишите, оставляйте ваши вопросы вот на этой страничке для следующих встреч, для следующих вечеров. И мы сможем рассмотреть ваши вопросы и смотреть, что можно с этим сделать. Сразу скажу, что вопросы довольно-таки непростые, многослойные. Вопросы довольно-таки спорные. И мне, конечно же, жалко, что не получается ответить, конечно же, на все эти вопросы. Но, тем не менее, даже если мы сможем сделать то, что мы сможем сделать, это будет уже потрясающе. Итак, наш сегодняшний вопрос. Вопросы с Украины Макеевка от Натальи. И вопрос у нее следующий. Она хочет знать, как научиться неосуждению и принятию. И ситуация у нее такая. Вопрос идет о несогласии с двойными стандартами коррупции, с утяжничеством, отвращением к этим проявлениям человеческой натуры. Ну что ж, прежде всего, конечно же, мы благодарим вас за этот вопрос. И действительно непросто. Действительно непросто в данной сложившейся ситуации, которая сейчас обстоит, видеть то, что происходит. Но давайте посмотрим с точки зрения Вселенной, правда, на вот эти вопросы. Если эти вещи вызывают у вас сильный резонанс. Что значит сильный резонанс? Да, сильный эмоциональный ответ. Допустим, ты можешь пройти некоторые вещи и не среагировать на них. А вам, очевидно, эта ситуация вызывает бурную и сильную реакцию. Прежде всего, с одной стороны, можно сказать, что ты права. И можно сказать, что да, это действительно гадко, это подло, это нехорошо, это несправедливо и так не должно быть. Но на самом-то деле это будет неправильно. Планета Земля – это планета, прежде всего, выбора, свободы, выбора для каждого человека. И каждый человек делает выбор, эволюционировать или нет. И каждый раз, когда у тебя проявляется вот такая бурная реакция на вещи, которые не идут так, как надо, у тебя есть выбор это изменить. Но только в том случае, если ты возьмешь на себя ответственность. Потрясающе работает в этом случае методика Хоапонапона. Она замечательна во всех случаях, когда у тебя идет вот именно непринятие вот того, что происходит. И поэтому, если вы знакомы с методикой Хоапонапона, вы можете воспользоваться ей. Те, кто не знает, помните, конечно же, теория очень большая. Вкратце это произнесение, да, фраза, что «извини меня, прости меня, я тебя люблю». То есть в чем заключается эта методика? Ты смотришь на ситуацию и ты принимаешь на себя ответственность. Это значит, что ты ответственен за эту коррупцию, ты ответственен за эти жуткие неприятные проявления человеческой природы. Ты не знаешь как, но если это попало в поле твоего зрения, ты несешь в этом ответственность. И, возможно, с прошлых жизней какая-то идет механика активации, да, и кармическая завязка. Тем не менее, факт остается фактом. Если ты стал свидетелем определенных событий, ты несешь ответственность за эти события. Соответственно, ты говоришь «извини меня». «Извини меня» – это значит, что «извини, я не знаю, что я сделал, но я явно являюсь причиной этого». Поэтому ты говоришь «извини меня». А затем ты говоришь «пожалуйста, прости меня». «Я не знаю, что я сделал, я не помню, на сознательном уровне у меня нет понимания того, что происходит, но я знаю, что я являюсь ответственным, поэтому я прошу прощения». И затем, единственное, как можно разрешить любую ситуацию, это только лишь любовью. И в любой ситуации, единственное, что мы можем сделать, чтобы ее изменить, так это полюбить тех людей, которые в ней принимают участие, либо послать им безусловную любовь. И таким образом вы сможете прорабатывать. Когда у человека нету возможности работать, когда человек чувствует себя безвыходным, когда он чувствует себя безвольным, это еще больше усугубляет все ситуации, которые происходят вокруг. Поэтому пользуюсь методикой «Хо-Поно-Поно». И если вы хотите более подробно об этой методике, у меня есть ссылка на видео лекции моей, и у меня есть лекция об этой методике. Так что вы сможете воспользоваться этим, кстати сказать, в любой ситуации вашей жизни, будь то личная жизнь, будь то еще какая-либо жизнь. Вот, поэтому ситуация здесь такая, нужно просто работать, работать и работать. Следующий вопрос. Вопрос, касающийся личных отношений от Евгения Шестянкина из России. И он пишет, не могу добиться одной женщины. Она не объясняет причину. Ну что ж, мы можем сказать на самом-то деле, что всем знакома данная история, когда человек, которым ты добиваешься, или которым ты имеешь чувства, не отвечает. Это, пожалуй, одна из сильнейших, древнейших историй жития человеческих существ. Нераздельные чувства, нераздельная любовь. И я вам скажу, друзья мои, что причин может быть очень-очень много. Причем даже сам человек не подозревает на самом-то деле, насколько глубоко это в них сидит. Во-первых, прежде всего, у вас какая-то, может быть, кармическая зарядка из прошлых жизней. Как правило, когда в ситуациях случается, когда один человек притягивается, другой нет, или наоборот, у них конфликты, очень часто это является результатом прошлых жизней. когда, допустим, в прошлой жизни, скорее всего, вы нравились ей, но вы, скорее всего, предпочли другого человека. И, соответственно, вы в этой жизни получаете этот опыт, который прошли. Это не говорит о том, что это плохо, это не говорит о том, что это хорошо, это просто говорит о том, что оно есть как есть. И, что интересно, по большому счету, мы, конечно же, не можем поистине разделять чувства всех людей, которым мы нравимся. Правда? Это просто физически невозможно. Тем не менее, существует определенный резонанс в притяжении людей, являясь также владеем методикой дизайна человека, составляя карты на двух партнеров. Вот этот механизм притяжения или механизм влюбленности, он, в принципе, виден по карте. И механизм, а это действительно механизм, вот эти вот притяжения, двусторонние притяжения, это механизм, когда у одного человека имеется половина одного канала энергетического, другого, вторая половинка, и они притягиваются на магнитном уровне. То есть, на самом-то деле, это действительно механический, очень сложный, на самом-то деле, это процесс, в который задействована там вся и биохимия, организм и все прочее. Но мы прекрасно знаем, что существует много ситуаций, когда люди имеют другие отношения, они имеют другие партнеры, они, может быть, расстались с другими партнерами и вообще не хотят сейчас ни с кем встречаться. Я бы порекомендовала, если честно, вам, Евгений, мою книгу, которая называется «Алхимия отношений». И я думаю, что там вы найдете огромное количество примеров упражнений именно того, что же делать в таком случае и как проработать эту ситуацию. Потому что если у вас вообще паттерн вырабатывается к притяжению недоступных людей, в принципе, то это, конечно же, нужно, это вещь, которая требует внимания и проработки с вашей стороны. Так что вот сейчас дам страничку на книгу. И, кстати, сказать это можно порекомендовать всем, кто занимается решением вопросов любви или вопросов личной жизни пытаются проработать. Ну что ж, и теперь давайте ответим на пару вопросиков отсюда и залом, а затем перейдем еще к нескольким вопросам с анкеты. И если у кого-то есть вопросы, сейчас самое подходящее время начать их писать. И пока вы их пишете, я тогда возьму еще один вопрос из нашей электронной анкеты. Так что не стесняйтесь, пишите. Следующий, значит, здесь на самом деле у нас очень много вопросов и различного характера, кстати сказать. Это у нас вопросы и социального характера, да, у нас вопросы духовного, вопросы финансового, карьерного, личного, семейного. То есть на самом-то деле диапазон вопросов, он, конечно же, широкий. Ага, Юлечка. Добрый вечер, Юлечка. Рады вас здесь видеть. И она пишет, Елена, после беременности стали беспокоить боли в ногах. С чем это связано? Благодарю. Вопрос, Юлечка, после беременности это сколько? То есть сколько лет прошло? Год, два, три месяца, полгода. Да, напишите нам. 13 месяцев в годик, то есть фактически после беременности. Вы знаете, вообще вопрос состояний, когда ты беременный, то он, конечно же, меняет. Меняет на физиологическом плане. Огромное количество изменений происходит. Но на самом-то деле изменения проходят также и на физиологическом плане огромные. И это также активирует разнообразные программы, которые в нас сидят и только и ждут, чтобы они, так сказать, активировались. Поэтому в вашем конкретном случае, Юлечка, вообще проблема с ногами. Говорит о том, как правило, что ты идешь не в том направлении. Да, то есть направление, может быть, которое было раньше для тебя, не работает. Что тебе нужно двигаться в новом направлении. Поэтому я бы на вашем месте села, во-первых, бы пересмотрела, куда вы двигаетесь. Потому что динамика и образ жизни, когда вы жили до появления ребенка. И с появлением ребенка это все меняется. И поэтому рекомендуется вам пересмотреть, да, какое направление будет более гармоничным и более согласованным с вашим ребенком. Так что дерзайте. Шевцова Елена пишет. Скажите, пожалуйста, вы будете еще привозить команду к району в Москву? Еленочка, не знаю, пока не могу сказать. Единственное, что знаю, следующая встреча у нас к району в Израиле. Насколько я знаю, в сентябре будет поездка. И об этой поездке уже два года говорится, говорится и говорится. Так что следующая поездка в Израиле. Пока что в Москву планов нет. Но Вселенной, знаете, никогда не знаешь. Дальше. Нина Гвоздикова пишет. Какой вид деятельности в социуме соответствует моему предназначению? Вопрос конкретный. Я в состоянии вакуума. Вы знаете, Ниночка, во-первых, спасибо, конечно же, за ваш вопрос. Когда ты находишься в состоянии вакуума? Очень часто это состояние вызывается не столько тем, что ты не знаешь, что ты делаешь. Сколько является вопросом воздействия дополнительных энергий. Когда ты в вакууме, это говорит о том, что тебе нужна серьезная-серьезная чистка. В вашем конкретном случае, допустим, очень рекомендуется почистить пространство. Почистить, да, ваш дом, вашу квартиру и, соответственно, себя лично. Похоже, что вы на самом-то деле нахватались огромного количества чужих энергий, которые вас запеленали и закрыли глаза. И очень сложно из этого мутного состояния, из состояния энергетического болота, что бы ты ни делал, результаты будут оставаться болотом. Потому что грязная энергетика. И, кстати, сказать, Ниночка, это случается со всеми. У каждого человека в какой-то период жизни обязательно. И есть ситуация, когда они действительно проводят состояние в вакууме. Опять же, потому что энергетически не чистится. Я могу спросить, Ирочка, пожалуйста, спроси. У тебя есть ссылка на очищение пространства. Потому что это именно то, что Нине рекомендуется пройти. Так что посмотрите и подумайте. Потому что, что бы сейчас из этого состояния, пока вы не очиститесь, что бы вы не предпринимали, результаты будут такие же. Алина спрашивает, можно пару слов о принципе воздействия рун на человека? Алиночка, дело в том, что я бы не сказала, что руны – это форма воздействия. По большому счету, все форма воздействия, вот я сейчас сижу и общаюсь с вами, это форма воздействия. Слова – форма воздействия. Руны – это инструмент общения со Вселенной. Руны – это инструмент считывания информации. У тебя есть вопросы. Руны могут помочь тебе дать более ясное видение ситуации. Пользуются ли рунами для воздействия на людей? Да, пользовались. Люди всегда пользовались для воздействия всем, чем угодно с историей человечества. Правда, люди пользовались травами для здоровья и для отравления. Люди пользовались огнем, чтобы приготовить пищу или кого-то сжечь. Люди пользовались ножом для того, чтобы приготовить или кого-то убить. То есть, на самом деле, возможно ли воздействие руны на человека? Да, безусловно. Можно ли воздействие на человека без рун? Безусловно. То есть, я бы не стала придавать большую силу отдавать рунам. Хотя, в истории человечества действительно, рунами пользуются для того, чтобы проклинать. Рунами пользуются для того, чтобы благословлять. Рунами пользуются для того, чтобы привлекать богатство, счастье, изобилие и любовь испокон веков. Так что, опять же, ваши цели определяют, что вы будете делать, как вы это будете, и конечный результат. Светлана у нас пишет. Корнилова. Сын, 17 лет, собирается поступать в военный институт. Готовился полгода и передумал. Пришел вызов. Он не поехал. Помогите разобраться в ситуации, пожалуйста. Светланочка, ну, во-первых, в 17 лет, это действительно такой ранний-ранний возраст. И в 17 лет, вы знаете, прекрасные взрослые люди передумывают. И если его сердце не лежит, Светлана, в том институте, который он выбрал, то не фокусируйтесь на этом. Лучше помогите ему сфокусироваться на том, что он хочет, а не на том, что он не хочет. Значит, у вас ситуация немножко такая. Вы застряли, все обалдели у вас там в семье от этого компота, который он у вас там заварил. И теперь все сидят, и он теперь у вас плохой получается. Вот такой вот плохой. Вот такой вот. Лучше забыть. Все, не пошел. Проехали, забыли, закрыли эту дверь. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Светланочка, не вам идти в этот университет, а ему. Поэтому выбор всегда целиком и полностью должен быть все-таки за ним. Потому что у нас жизнь на самом деле не такая длинная штука, как всем кажется, если, конечно же, не работать над этим. И тем не менее, все дни сосчитаны. И поэтому проводить несколько лет в институте только лишь потому, Светланочка, что мама с папой захотели, и это неблагоразумно. По большому счету, мама с папой хотят, чтобы сын и ребенок был счастливым. Правда? Поэтому сфокусируйтесь на том, чтобы помочь ему понять, что ему нужно. Допустим, у меня есть такая вещь, когда ко мне обращаются родители подростков. И как раз вот в период поступления в институты. И есть такая вещь, называется, они заказывают сеанс со мной, консультацию. Называется типология мозга. И там несколько вопросов. Человек заполняет этот опросник, он заполняет и член его семьи заполняет о нем. И затем мы связываемся, и я вам говорю, его тип мозга имеет какие скрытые его таланты, или может быть не скрытые таланты, которые уже известны. Какие его предпочтения, его сильные стороны и его слабые стороны. И также помогает определиться в профессиональной деятельности его и в карьере. Так что, если он совсем запутается, и ему сложно будет определиться, куда идти и с чем, то я бы рекомендовала вам и вообще всем родителям детей, которые поступают, и которые делают финальный выбор, заказать вот эту вот консультацию на определение типологии мозга вашего ребенка. И сейчас могу вам, кстати, дать, сыночку Светлана, пишет, благодарю, но нет, он неплохой, я его поддержала, но думаю, не пожалеет ли он потом. Светланочка, а разве возможно пройти по жизни ни о чем не жалея? Если тебе удастся пройти по жизни ни о чем не жалея, то ты ничему не научишься, правда? Поэтому иной раз мы, как родители, хотим огородить наших детей от опытов, которые на самом-то деле принадлежат им по праву рождения. Поэтому на самом-то деле я знаю действительно, насколько важен процесс поступления университета. Так что самое правильное, я вам еще раз говорю, закажите типологию мозга для того, чтобы точно и конкретно знать, что ему нужно. В любом случае вы перепроверитесь и убедитесь, что это именно то, что ему нужно. Следующий у нас вопрос. Наталья Человская пишет, что у меня в 50 лет стало развиваться поперечное плоскостопие на обеих ногах. Но какая левая, да, я не вижу в тексте, секундочку. Но левая нога страдает больше, с чем это связано? Натальечка, как я и говорила, вообще любые проблемы с ногами, они могут приходить в разной форме, будут являться причиной, как правило, направлением в жизни. Либо не туда идешь, либо вообще никуда не идешь. Либо слишком много делаешь, либо мало делаешь. Когда проблема происходит с левой стороны. Это, как правило, говорит о проблемах женского характера. Возможно, женская сторона, она опять же может быть либо не активирована, либо слишком активирована. То есть, когда у нас отсутствует баланс, у нас может это также вырабатываться. Допустим, в вашем конкретном случае возможно, что у вас слишком активная женская сторона. И вам нужно иметь побольше мужской энергии, да, побольше уверенности, побольше твердости, побольше вот такой вот, да, хорошей мужской энергии. Так что посмотрите на вашу тенденцию, посмотрите на то, как у вас развиваются события, да, и откорректируйте их, да. Возможно, когда левое, вообще что-либо с левой стороны болит, может быть вопрос непринятия себя, как женщины. Да, вот спросите себя, вы себя как женщину принимаете? Вы видите в себе женщину? Вы видите в себе, что вы вот, да, богиня, да, что вот вы являетесь истинным выражением женственности, да. Так что есть о чем подумать. Подумайте над этими вопросами, и вам станет ясно, какая часть вашей жизни требует больше баланса, большего баланса от этих женских энергий. Следующий вопрос у нас от Алексея Юрко. Юрко, подскажите способ выхода из замкнутого круга. Есть ряд проблем, в том числе с финансом и здоровьем, не позволяющие жить полноценной жизнью, устроиться на приличную работу, реализовать себя в желаемой сфере деятельности. Алексей, в данном конкретном случае у вас то, что я вам скажу, возможно, вам не понравится. Ну, я это скажу на же бесцензурные вечера. И я могу говорить, правда? В конкретном случае есть такое, я не знаю, друзья мои, вы знакомы с таким понятием или нет. Но есть, кстати сказать, многие, не зная об этой теме достаточно много, многие вообще как-то этот вопрос обходят. Но если честно, его обходят многие, потому что действительно много информации об этом-то нету на самом-то деле. Есть такая вещь, друзья мои, называется «Привязка темных сил». Существует она в различных формах. Это может быть фрагмент души человека, который присоединяется к тебе. Это могут быть духи, которые привязаны к земле. Это могут быть просто темные силы, темные энергии, тех людей, которые здесь жили раньше, да, и воздействует на тех людей, которые здесь живут. И, кстати сказать, это может быть вплоть до многих вопросов, на самом деле, темных сил. В этой сфере уже работали достаточно времени для того, чтобы уже насмотрелись большого количества историй. И, кстати сказать, многие вопросы, которые мне пишут в анкетах, проблемы в жизни, которые идут, у многих идут от этих энергетических привязок и присутствия. Я бы сказала, это идет инфестация, загрязнение темными силами. Алексей, в вашем случае это именно конкретно этот случай. И единственное, что могу порекомендовать, могу порекомендовать вам обратиться вот по этой ссылке для работы в этом направлении. Там, в принципе, есть объяснение, что это такое, как происходит, да, избавление от этих негативных сил. Там есть несколько видео, там есть анкета. Заполните эту анкету, отправьте ее, да, ставьте свои данные для обратной связи, и с вами свяжутся это через сайт моей мамы. Так что в этом вопросе, Алексей, вам нужно поспешить, потому что чем больше времени проходит, тем сложнее будет с этим разбираться. И, кстати, сказать, люди многие настолько недооценивают, ну, потому что они не знают. Я видела столько ситуаций, когда люди курят не потому, что они курят, а потому что к ним присоединился дух, который хочет курить. Я видела случаи, когда люди пьют и становятся алкоголиками и наркоманами, опять же, потому что к ним присоединился дух алкоголиков и наркоманов. Люди часто становятся более агрессивными, потому что у них присоединяются такие духи. Люди имеют проблемы в личной жизни, не могут наладить личную жизнь, теряют финансы, там открывают, не могут закончить ни один проект. Казалось бы, вот-вот-вот-вот, и все деньги уходят и тают, и в руках ничего не остается. И эта действительно вещь является результатом темных сил. Так что рекомендую вам более внимательно посмотреть это. Людмила Оттон, добрый вечер, Людочка, спрашивает. При сеансе очищения пространства я очищаюсь тоже, если я нахваталась чужих энергий? Окей, вот давайте определимся сейчас еще раз. Когда у нас идет сеанс очищения пространства, который у нас здесь, кстати, написано, что он будет 26 августа, можно будет присоединиться к этому моменту. То ты очищаешься и чистишь помещение от тех конкретных энергий, которые там созданы, те, которые там накопились, от тех вещей, негативные мысли, да, ссоры, споры и все прочее. Очиститься от темного духа, допустим, от фрагмента души – это абсолютно другая история. Очищение пространства – это именно и есть очищение пространства. Это не является восстановлением фрагментов твоей души, это не является избавлением от негативной энергии в виде духа или сущности. Они могут приходить и уходить, понимаете? Тем не менее, они очень любят приходить в энергетически загрязненные места. Люди, когда люди имеют более слабую энергетику или когда люди проходят очень тяжелые периоды, они становятся более открытыми для вхождения и присоединения к ним этих темных сил. Кстати сказать, очень эмпатические люди также постоянно притягивают эти силы своей жалостью, своим сопереживанием, своей вот этой вот излишней энергетики. Это также открывает врата для этого. Вообще, когда ты мало спишь, когда ты начинаешь болеть, когда ты плохо себя чувствуешь, когда ты начинаешь депрессировать, сколько людей проходит через депрессивный цикл? Да, большинство людей проходит через это. Но, кстати, в большинстве случаев это также является работой вот этих вот темных сил и энергий. Я не сказал, что всегда, но в большом количестве случаев. Так что очень сложно, очень сложно прорабатывать эти вещи, если ты не знаешь, откуда у тебя и что у тебя, правда? Так, следующий вопрос. Наталья Корчагина. Лена, скажите, в какую страну мне лучше переехать жить? Ой, спасибо. Так и хочешь сказать. Наси. Будь здорова. Астролог сказала, что мне предстоит эмиграция. Вы знаете, эмиграция с точки зрения астролога, это действительно вопрос такой. Вопрос движения, по большому счёту. И если вы переместились в другой город, это всё равно можно считать уже движением. В таких вот вопросах я, конечно же, рекомендовала вам обратиться к Пуме, потому что шаман Пума, с которым я работаю уже на протяжении многих лет, он является оракулом. И в какую страну вам переезжать, конечно же, лучше, чем он, никто не скажет. И, кстати, сказать, у нас скоро планируется встреча. Ирочка, когда у нас будет встреча с Пумой? Напиши нам. У нас планируется встреча скоро с Пумой. Конечно, можно взять частную консультацию с Пумой, но это будет вам дороже. Если у вас есть несколько жизненно важных вопросов относительно бизнеса, карьеры, женитьбы, супружества, вы можете обратиться к шаману Пумы. Так что сейчас нам Ирина напишет. Вот вам страничка, на которой есть информация к оракулу Пумы. Я на сегодняшний день, конечно, еще оракулом пока еще не являюсь, хотя, конечно же, двигаюсь в этом направлении. Но он, конечно, лучше всего сможет ответить на ваш вопрос. Спасибо, Наталья, за ваше присутствие и за ваш вопрос. А вот и Ирина пишет. Есть возможность задавать конкретные ситуационные вопросы о оракуле Пуме и получите однозначный ответ. Так что не терзайте и ждем вас. Ирина Белозерова пишет. Не получается определиться со своей задачей в новых энергиях. Вы знаете, Ириночка, очень многим сложно найти себя. Очень многим действительно непросто в этой поменявшейся динамике найти, что делать, как это делать. Поэтому мы вас прекрасно понимаем. И опять же, на похожие ответы. Прежде всего, нужно иметь чистое пространство. Потому что если у тебя нет чистого ясного видения, очищение пространства делается как раз для новых проектов, для нового видения. Рекомендуется почистить свое пространство, чтобы ты смог увидеть новые перспективы. Потому что если ты хочешь создать новое что-то, тебе нужны новые энергии. А в твоем пространстве, где ты живешь, у тебя старая энергия. Подумайте, что ваша квартира, да, это как человек, который там не мылся 15 лет, да. Что может быть хорошего, создано в такой среде, правда? Поэтому очищение пространства, очищение квартиры, в которой ты живешь, или там бизнеса, конечно же, рекомендуется проходить абсолютно всем. Так что пробуйте, друзья. Галина Федорова пишет. Леночка, скажите, пожалуйста, у меня есть возможность встретить своего мужчину. Да, да, Галиночка есть. Есть вопрос, понимаете, Галина, здесь, когда встречаешь мужчину, и я думаю, что все согласятся, все сидят и думают, что вот ты встретил мужчину, вот один раз, вот сразу первый, который шел, и вот он сразу свой. Откуда у нас такое нереалистическое? Это программирование, потому что с детства, когда мы были маленькими девочками, нам все время сидели и читали сказки. В этих сказках вот сидит принцесса у окошка, и вот добрый молодец ее по свету ищет. И вот он пришел, пел окошко, раз ей сказал, я тебя люблю, да, не видя ее, не зная ее, не знаком с ней, да, вот он только вот пришел, и мы все сразу такие, ааа, женимся. И эта программа создает огромное количество проблем в нашей личной жизни, друзья мои. Не бывает так в жизни. Прежде всего, ответственность сразу же перекладывается на мужчину. Ага, вы должны ходить, ездить, а мы, значит, сидим у окошка и ничего не делаем, да. Ну, может быть, когда людей еще было мало на земле, это, конечно, формула еще и работала. Но с нашим количеством сейчас людей это просто нереально. Так что, Галина Федорова, слушаем внимательно. Если вы хотите встретить и не пропустить своего мужчину, потому что он действительно идет, но он не один, их несколько. Знаете, почему их несколько? Ну, потому что вселенная умная, она смотрит на нас и понимает, ага, дай бог, вот тебе там 3-5 пошлю, дай бог, что ты хотя бы с ними пересеклась. А почему? А потому что никто не работает над этим. Для того, чтобы встречаться, нужно входить, нужно иметь свободное время, нужно держать глаза открытыми, нужно обращать внимание, нужно быть социально открытыми, чтобы человек мог познакомиться, подойти. Если ты едешь и у тебя лицо там, понимаешь, неприступной снежной королевы, мягко выразимся, да, то никто с тобой знакомиться не будет, понимаете. А у нас, как правило, не принято быть социальным, у нас не принято улыбаться, у нас не принято заводить там разговоры на публике и все прочее. И это создает социальный вакуум. Поэтому, друзья мои, для всех, кто хочет познакомиться, нужно ходить, ходить и встречаться. Статистика. Вот я рекомендую всем эту книгу, которую ссылку я давала вам раньше на книгу «Алхимия отношений». Пожалуйста, не поленитесь, потому что, знаете, что для того, чтобы сделать правильные отношения в этих новых энергиях, да, которые были бы твои, те самые, тебе нужно работать. Как ничего не делая, мы все еще надеемся, что что-то придет и изменится в нашей жизни. Вы меня извините, но это просто даже несерьезно. В институт мы знаем, нам надо ходить. Мы знаем, что, да, для работы нам нужно. Но почему-то для того, чтобы иметь счастливую личную жизнь, у нас никто ничего особо не хочет делать. Некоторые говорят, о, да, мы ходили там на тренинги по там пикапу. О, вы меня извините, пикап. Дальше пикапа там больше ничего не идет. Ну, это хотя бы тебе даст навыки познакомиться, конечно. А дальше, что сможешь ли ты определиться, что это тот самый человек? Понимаете? Это на самом-то деле искусство. Имея счастливое отношение, тому надо учиться. Это мучились в древние времена, это им передавалось, это из уст в уста. Люди ходили к шаманам, люди ходили к определенным людям, да, которые занимались сватовством. Они были эксперты, они были профессионалы, они смотрели на тебя, они делали оценку, они смотрели твой там астрологический прогноз, да, они там смотрели многие-многие, там было много-много вещей. Когда они создавали понятие, кто ты, чтобы подыскать тебе этого человека, из веков люди пользовались услугами, помощи. А почему-то в этой конкретной ситуации мы никто не хотим ничего делать в этом направлении. Еще раз ссылочку. Да, конечно, с удовольствием вам дам еще раз ссылочку. Почему? Потому что я хочу, ребята, чтобы вы, на самом деле, чтобы вам помочь. Сейчас я вам дам эту страничку. Вот она. Поэтому работать, работать и работать. Там открываешь, она как раз сразу же первая идет. Наталья пишет, астролог сказала, что расставание с мужем через 33 года совместной жизни на самом деле во благо. Иначе я бы стала в скором времени вдовой. За два месяца до этого мы были на отдыхе, и я считала, что у нас все нормально. Почему так произошло? Натальечка, вопрос. А у вас что-нибудь произошло? Я вам могу сказать, работая с Оракулом, Пумой, много-много лет. Да, мы знаем, для чего мы обращаемся вообще к Оракулу. Мы хотим видеть ситуацию хотя бы немножко получше. Но чем я научилась? Я научилась, что если ты не получил ответ, который тебя устраивает, то надо работать, работать и работать. И менять, пока ты не получишь то, что ты хочешь. Сходил к Оракулу, он тебе сказал, вот так и так, там у тебя будет там расставание или еще что-то. Не хочешь расставаться? Работай. По большому счету для этого мы и ходим к Оракулу. Если он тебе дает предсказание, которое тебе нравится, окей, оставляем это. Хорошо, это сделано. И меняем те вещи, которые нам не нравятся. Правда? Поэтому, Наталья, если у вас все нормально, и вы считаете, что у вас все хорошо, ну и живите с вашей супругом. Какая разница, что сказал астролог? Правда? По большому счету это ваша жизнь, это ваш жизненный выбор. Ну, мы проконсультировались. Если вы хотите, я бы больше и подробнее эту ситуацию, конечно, бы прозондировала у Пумы, чтобы узнать шансы того, что он умрет, и вы останетесь вдовой. Какие на самом деле большие. Вдруг что-то изменялось. Вдруг у него изменился жизненный путь, и он передумал уходить. И он больше теперь не собирается умирать. Правда? Поэтому поконкретней, Наталья, поговорите с Пумой об этом. Зейнаб Шарипова пишет. Почему моя дочь 25 лет не может выйти замуж? Не складываются отношения. Зейнаб, дорогая моя Зейнаб. Дело в том, что люди не могут выйти замуж, независимо от возраста. И в 20 лет не могут выйти замуж. И в 30, и в 40, и в 50. А есть те, кто выходит замуж и в 50, и в 30, и в 40, и в 20. Вопрос. Если ты не в этой категории, то почему? Правда? Потому что либо время твое еще не пришло. По большому счету мы сейчас живем, у нас динамика довольно-таки другая стала. Все, кому сейчас меньше 30, считаются подростками. Поэтому по большому счету сейчас на самом-то деле даже не рекомендуется выходить замуж в таком раннем возрасте, как 25 лет. Я надеюсь, что вы не переживаете и свои переживания на дочку не накладываете. Потому что если вы будете ее постоянно шпилить, почему она не вышла замуж, то вы можете и ей привить вот эту программу, что да, на мне никто не хочет жениться. А вообще, конечно же, нужно разбираться, Зейнап. Может быть, огромное количество программ. Может быть, ей не нравится. Может быть, это не ее время. Может быть, это урок прошлых жизней. Поэтому я бы порекомендовала вам, Зейнап, все-таки обратиться к Аракулу Пуми. Именно конкретно про вашу дочь. Когда вы будете задавать вопрос, вы скажете ее имя, ее возраст. И спросите, а когда она выйдет замуж. И он вам конкретно скажет, когда она выйдет замуж. И, кстати, сказать выйти замуж, это еще не говорит о том, что это все счастливо. Вы же не хотите, чтобы она просто вышла замуж. Вы хотите, чтобы она счастливо вышла замуж. Правда? Поэтому вам нужно помочь ей быть счастливой, а не помочь ей быть замужем. Поэтому тратьте это время сейчас больше на саморазвитие. На то, чтобы она знала, кто она, что она. Потому что если она выйдет замуж, не зная, кто она, не зная, что она. А затем начнется путь самораскрытия. То динамика в отношениях будет довольно-таки сложная. Поэтому лучше все эти процессы личного самораскрытия, саморазвития делать до того, как ты выйдешь замуж. И не переживайте, на самом деле. У нее еще такой год транзиции этот будет пока до 26. Она еще в транзиции. Так что она еще в путях самораскрытия. Так что ничего страшного, это не такое уж прям... Ей же не 55, и она ни разу не была замужем. Всего лишь 25. Так что у нее еще вся жизнь впереди. Она еще и замуж выйдет, и деточек вам нарожает. Но если вы хотите знать точно когда, спрашивайте у пумы. Наталья Корчагина. Ага, отвечает. Так мы с ним расстались. Для меня это было внезапно. Он-то ушел к молодой и богатой. Ну что ж, Наталья, видите, вы думали, что у вас все хорошо было. И я уверена, что это действительно во благо вам, Наталья. Потому что если мужчина живет с вами, и он больше не любит вас, это значит, что он больше не видит вас. Он не видит, какая вы замечательная, какая вы красивая, благородная. Какая вы можете быть такой, какой вы можете быть. Веселый, интересный. И его привлекает другая женщина. То поверьте, вам не нужен такой мужчина, Наталья. Вам нужен мужчина, который мог бы оценить вас по достоинству. И скорее всего, возможно, вам еще это не было в вашей жизни. Вы пишете, что вы с ними жили нормально. Представляете, насколько вы оторваны от реальности. Что вы даже не видели, что у вас нормально-то не было. Невозможно вот просто так взять за один день и уйти. Скорее всего, этому предшествовала целая цепочка событий, которые вы пропустили. Наталья пишет, как пережить предательство. Но, Наталья, вы меня извините, вы абсолютно не правы. Он никого не предавал. Если он влюбился и следует своему сердцу, и идет к другому человеку. Он что теперь? Он ваш что, раб? Он должен быть вашим рабом до конца жизни? Потому что что? Потому что... Почему? На каком основании вы считаете, что он принадлежит вам? Он вам не принадлежит, Наталья? Друзья мои, наши мужья, наши жены не принадлежат нам. Они что, вам предметы, что ли? Вы что думаете, вы вышли замуж и все? Супружество – это работа. Супружество – это постоянная работа. Это невероятно сложная работа. Это очень, очень радует событие, которое наполняет твою жизнь действительно и полностью. Но никто нам не принадлежит. И ваши дети вам не принадлежат. Как можно считать то, что он ушел к другой женщине в предательство? Он искренен своему сердцу, Наталья. Он следует своему зову. С какой стати вы имеете право называть человека, который имеет свободу выбора предателем? Это человек, который имеет храбрость попробовать быть более счастливым. Наталья, он явно не был с вами счастливой. Друзья мои, если ваши супруги с вами несчастливы, Господи, да отпустите вы их сами. Вы сами-то счастливы. Вы знаете, по статистике 60% людей в браке, они несчастливы. Все остальные еще пытаются понять, они счастливы или нет. О чем вы говорите? Люди уже забыли, что такое счастливый брак. Все только и живут, привыкают и притираются друг к другу. О чем вы говорите? Поэтому, друзья мои, сядьте и конкретно посмотрите. Ну, как вы живете? Нормально. Окей, вы живете плохо. Если на ваш ответ, ответ, как вы живете в браке нормально, вы живете фигово. Фигово. Почему? Потому что вы должны жить счастливо. Если на сегодняшний день вы садитесь и смотрите на вашу супружескую жизнь, и она у вас несчастливая, вы не летите домой, вы не умираете, чтобы провести там все время вместе, вы не делаете никаких условий. Знаете, что надо? Работать, пока ваш брак не умрет. Брак – это такая же энергетическая субстанция, субстанция, которая требует подпитки, которая требует работы. Как это делается? Пожалуйста, друзья мои, учитесь. Книга «Алхимия отношений». Важная энциклопедия для того, чтобы закрепить существующий брак, для того, чтобы получить новые отношения и для того, чтобы сделать это более распространенным. Самая большая ошибка, которую все делают, причем и мужчины, и женщины. Выходит замуж или женится и перестают делать все-таки, ну что, я теперь замужем, куда она там денется? И перестают собой заниматься, перестают за собой следить, перестают заниматься своим личным ростом, своей личной эволюцией, перестают быть интересными, умирают, потихоньку сидят два человека, и тихо умирают, и гниют в ежедневных, в этих вот заботах, в этой работе ничего интересного не происходит. Это, друзья мои, не брак. Оксана пишет, как уйти от своей пары? Нет смелости и силы. Нет, Оксаночка, у вас нету не смелости, у вас нету любви к себе, у вас нету чувства достоинства, потому что если ты живешь с супругом, если ты живешь с человеком, которого ты больше не любишь, ты знаешь, что он тебе не служит, ты знаешь, что ваши отношения, отношения создаются для того, чтобы обогащать двух людей, когда люди входят в отношения, они одаривают друг друга своими талантами, своей энергией, они зажигать должны нашу жизнь. Отношения, когда люди живут вместе, это должен быть постоянный праздник. Ребенок не хочет уйти от папы. Оксаночка, дело в том, что дети в этом, к сожалению, моменте не имеют финального слова, потому что не им жить с папой. Папой, вы можете, ребенок будет видеть там его 50% времени. Кстати сказать, после разводов, папы становятся гораздо более лучшими папами, чем они были во время ваших отношений, потому что теперь у них точно, они знают, что они обязаны заниматься ребенком, и что вы не будете этим заниматься. Ребенок-то справится, а вы, Оксаночка, вы сидите и заживо гниете в этих отношениях. Чувства нету любви, что вы не любите себя, вы недостойны лучших, счастливых, замечательных отношений. Поэтому прежде чем вы будете жить, Оксаночка ждать, пока вам будет 50-60 лет, когда уже никто никому не нужен, и потом двигается. И поверьте, в 50-60 лет, Оксаночка, и вашему ребенку вы не нужны будете, у ребенка будет своя жизнь. Дай Бог, чтобы он не сидел у вас на шее рядом с моим. В счастливом случае он будет иметь такую бурную, активную жизнь, что ему будет не до вас. И с чем вы останетесь? С супругом, которого вы терпеть не можете, и с собой, которого вы сами не любите? Вопрос всегда заключается в любви к себе. Если ты любишь себя, ты сделаешь все, что тебе нужно для того, чтобы полюбить себя, для того, чтобы быть достойным счастливых отношений. И вот когда ты себя проработаешь и уйдешь, вот тогда ты способен создать что-то большее и что-то лучшее. Наталья пишет, сейчас понимаешь, что вы правы, и как начать любить себя и перестать жалеть и найти силы идти дальше? Абсолютно верно, Натальечка, понимаете? Вы абсолютно правы. Вот этот вот у нас, знаете, просыпается типичный менталитет жертвы. «О, я вот такая бедная, несчастная, я вот такая хорошая, а муж вот такой вот, сука, зараза, меня бросил». Ну да, как у нас это обычно говорится. Понимаете? Кто-нибудь вообще хорошее слово может сказать после расставания, когда от него человек ушел? Да никто тебе хорошего слова про своего бывшего, особенно, который инициировал уход, никто ни одного доброго слова в этот адрес не скажет. Вопрос почему? Потому что нас так запрограммировали. «Пока ты делаешь, что я хочу, ты хороший». Как только ты начинаешь заниматься собой, иметь свой личностный рост, заниматься своей личной жизнью, то сразу становишься в категории плохих людей. «О, меня сразу же обделили вниманием, значит, ты плохой». Почему? Потому что не любим себя. Если бы мы занимались и продолжали заниматься собою, мы бы в этом направлении уже бы не расстраивались. «Как начать любить себя?» Очень простой и непростой ответ, понимаете, друзья мои. Нас с детства не приучали любить себя. Большая часть людей не знает, что такое любить себя. Большая часть людей, серьезно. Мы знаем, как любить других. Вот это нас вдалбливали с самого детства. Ты должен любить страну, ты должен любить своих родителей, ты должен всем уступать место. Вот в этом нас там молотком нас вдалбливали. Ты всем должен, ты всем должен, должен, должен. А любовь к себе, как только ты начинаешь что-нибудь для себя, для себя, все сразу такие «А, какой ты эгоист!» Эгоист, да, вот как раз сейчас пишет эгоист, Оксана. Абсолютно верно. Как только мы начинаем заниматься собой, мы сразу превращаемся в категорию эгоистов. Вы знаете, есть название, это теперь называется «Духовный индивидуализм». Какая разница между эгоизмом и любовью себя? Знаете? Если не знаете, то я вам сейчас скажу. Любовь к себе – это когда ты наполняешь свой сосуд для того, чтобы в нем было так много любви к себе, чтобы она выливалась по направлению к другим людям. Что такое эгоизм? Эгоизм – это когда ты отодвигаешь других людей, встаешь на их место, чтобы наполнить свой сосуд за счет других людей. То есть ты отрезаешь доступ другим людям к этому потоку. Понимаете? И когда ты делаешь что-то за счет других людей и забираешь у них, вот это да, это эгоизм. Но когда ты наоборот наполняешь себя и берешь свое нужное время для того, чтобы быть большим для других и помочь другим людям, для того, чтобы тебе было что дать, вот это, конечно же, любовь к себе. Кстати сказать, у меня многие спрашивают по поводу любви к себе. И вот этим летом мы также планировали, может быть, даже уже в сентябре получится, курс просили люди по любви к себе. Так что, скорее всего, этим буду заниматься. А, и планирую в скором времени, кстати сказать, сделать, поработать, сделать сеанс для животных и для обладателей своих замечательных животных. Сделать исцеляющий, балансирующий, очищающий сеанс, потому что животные, они набирают на себя огромное количество негативной энергетики, и им также бывает тяжело справиться, и они начинают заболевать. Также для тех, у кого там животные уже в бодрости, у кого животные стареют, для того, чтобы им помочь наполниться жизненной силой. То есть планирую сделать это. И также планирую сделать сеанс для маленьких деточек, для младенцев, с той же целью, да, для того, чтобы им помочь сбалансировать и как-то гармонизировать их непростое пребывание у нас на земле, для того, чтобы они смогли более легче адаптироваться к этой нашей обстановке. А, на этой неделе у нас, друзья мои, начался новый курс «Коррекция веса». Так что, если кто-то еще не успел воспользоваться, приходите. У нас как раз только вот первый курс сейчас был, первый сеанс был на этой неделе. Так что это то, что мы делаем новое. Ну что ж, если вы не возражаете, мы переходим к следующему сегменту. К следующему сегменту у нас как раз сеансы исцеления, балансировки и сейчас, кстати, вот ссылочку Ирина кинула, да, активация и коррекция веса. Ну что ж, давайте сейчас немножко все-таки помедитируем. Оксана пишет, Лена, по весу нужно три сессии пройти. Вы знаете, Оксана, можно на самом-то деле взять и один сеанс и посмотреть, потому что по-любому тебе даже один сеанс тебе поможет. И поэтому смотрите сами, да, пользуйтесь вашей интуицией, пользуйтесь вашим чувством внутреннего направления. Так что давайте сейчас перейдем к следующей стадии нашей работы. Немножко помедитируем те из вас, кто имеет фотографии родных и близких, может быть, кстати, животных, им также пойдут на пользу наши сеансы и наши встречи. Приглашаем их. Лена, сеансы для детей. До какого возраста дети? Вы знаете, у меня была идея для того, чтобы начать с новорожденного опыта, да, когда они еще не осознаны, да, где-то до пяти лет, может быть, даже шести, может быть, даже до шести лет. Так что все-таки после семи лет, это можно даже до семи лет. Вы знаете, попробуйте индивидуально посмотреть, насколько ваш ребенок. В принципе, сознательное присутствие ребенка здесь, в этом нет необходимости. Это будет сессия как раз им посвященная, и они могут быть в этой среде, независимо от сознательного или несознательного участия. Так что вообще считается, дети – это возраст, который требует родительского, так сказать, присутствия. И в принципе, да, где-то до восьми лет у нас такое хорошее родительское присутствие всегда рекомендуется, да. Так что смотрите сами. Мне, конечно, кажется, что самые маленькие детки, допустим, для них создать такую сессию, которую бы можно было включать им вечером, да, перед сном, да, когда ребеночек спит, и идет сеанс, который балансирует, гармонизует. Замечательно. Но на самом деле это можно для деток любого возраста, даже 10, 11 и 12 лет, когда ты включаешь на ночь, затем вот этот вот сеанс, который будет, да, и ребенок будет засыпать в этих энергиях, эффект все равно будет потрясающий. Так что это будет то, чего у ребенка раньше не было. Правда, Витя? Окей, ну что ж. Сейчас я вам поставлю музыкальную композицию. Наш замечательный и любимый Роберт Каксон. Ну что ж, приготавливаемся для нашего сеанса. Сегодня у нас будет фокус на очищении, на балансе, на балансе мужского и женского, нашего Илья-Янь, на гармонизации нашего энергетического поля, что, конечно же, поможет нам с иммунитетом, с физическими недугами, что попитает и укрепит нас немножко. Можете присоединить ваших родных и близких к этому сеансу. Если у вас есть фотографии родных и близких, можете их положить. Если фотографий нет, то можете в уме пригласить их рядом с вами, поприсутствовать на данном сеансе. Ваша задача просто расслабиться и для вас ничего не нужно делать. Ну что ж, закрываем наши глазки, делаем глубокий вдох. Вдох через нос, выдох через рот. Глубокий вдох и выдох. Наталья спрашивает, как правильно задавать вопросы Пуме, и это мы будем обсуждать уже на вебинаре Пумы. Ну что ж, глубокий вдох и выдох. Представьте себе, что вы лежите на берегу прекрасного пляжа. Прочувствуйте сейчас теплый морской воздух. Продолжаем глубоко и медленно дышать. Глубоко и медленно дышать. Глубоко и медленно дышать. Рот слегка приоткрыт, расслаблено, челюсть. Замечательно. Замечательно. Прекрасно. 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 Фокусируйте сейчас наш шуми воды. Прекрасном голубом небе. Лежите на этом мягком теплом песочке. Вдохните свежий морской запах. сейчас каждому из вас мы подарим кристалл аметиста приложите его в область вашего сердца пока вы держите этот кристалл начну свою работу молча мы сейчас все наполняемся божественной любовью дворца а Божественная любовь Творца – это самое лучшее лекарство. Божественная любовь Творца – самая мощная, самая здоровая энергия, наполняющая каждого, с кем мы сейчас работаем. Божественная любовь Творца – самая мощная, самая мощная, самая мощная, самая мощная. Издевать – не делать это. Это прекрасный знак, что мы находимся в этой волне. Замечательно. Молодцы. Продолжаем глубоко и медленно дышать. 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 Следующий фокус у нас на том, чтобы каждый из вас смог увидеть, услышать и понять то, что нужно каждому из вас индивидуально. И потихонечку будем возвращаться обратно, начинаем подтягиваться. Начинаем возвращаться обратно в комнату. И открываем наши глазки. Золотые звуки, золотой кристаллической чаши, возвращаемся обратно. Прекрасный звук ОМ. Ну что ж, приветствуем вас. Лена Шевцова пишет, скажите, где можно приобрести такую чашу. Верночка, не знаю, я же из Америки. Напишите моей маме, я знаю, что она привозила, не знаю, может у нее еще есть чаши. Она как раз, у нее тоже, кстати, была золотая кристаллическая чаша, так что напишите. Наталья Скорчегина спрашивает, вы есть в фейсбуке или куда можно вам задать вопрос. Натальечка, вопросы вот у нас только на открытых вечерах, на бесплатных встречах, либо, конечно же, частная консультация. Так что, если у вас серьезная что-то, именно жизненная ситуация, то, конечно же, частная консультация, это будет более правильное прорабатывание для вас. Хорошо? А так, вот на таких открытых вечерах, встречах, на веб-странице, о которой мы говорили раньше, я принимаю вопросы из аудитории. Ну и в следующей встрече, которая, я не знаю, когда состоится, Ирочка, когда у нас будет следующая встреча открытых вечеров, также можно будет задать вопрос. Наталья Ушакова пишет, Леночка, искренняя благодарность от всей семьи, очень мощная работа. Спасибо, спасибо, Натальечка. Валентина Грубич пишет, Елена, как всегда, божественно. Елена Старчикова пишет, Еленочка, большое спасибо, слезы лились прямо рекой. Взаимно. Итак, пятая встреча у нас будет 5 августа. Так что 5 августа мы продолжим говорить на все наши темы. Антонина пишет, благодарение от всей души, всем участникам встречи. Эночке, любовь и глубокая признательность. Ну что ж, замечательно, на этом наш вечер подошел к концу. У нас будет запись данной встречи, вы сможете переслушать ее еще раз, послушать ответы на свои вопросы. Так что вам, друзья мои, всем желаем прекрасного вечера, оставшегося. Ирина пишет, после медитации потряхивает все тело, внутренняя дрожь, интересное состояние. Это состояние очищения, которое и балансировки, которые сейчас идет. Марина пишет, Леночка, подарите мне что-нибудь на день рождения. Кстати, подарки, мы должны подарки раздавать. Хорошо. Марина, у которой ЗУТЭ, у которой день рождения, напишите. Ирочка, напиши имейл. И Марине мы подарим участие, один сеанс в любом тренинге. Вот пишите на эту почту. Затем я выберу один вопрос, на который анкета заполнялась. И один человек из этих анкет также получит по почте. И мне нужно сейчас выбрать один вопрос. А, мне понравилась Наталья, да, которая у нас с предательством мужа. Да, 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 вот Наталья Корчаги напишет, хочу. Да, Наталья, напишите также на эту почту. Да, и вы также сможете выбрать один подарок, либо один сеанс на любой тренинг-курс, на любую видео-лекцию. Потому что, да, вам нужно прорабатывать также эти вопросы. Смешная такая. Предатель, какой муж решил жить для себя, да? Ах, какой нехороший человек. Смешные вы. Ну что ж, друзья мои, я вас всех люблю, целую. Приятно было провести с вами время. Определились с подарками. Приходите в следующий раз. Приводите своих друзей, своих знакомых, родственников, может быть, ваших семейных людей. И надеюсь, что мы также весело проведем время и поговорим и обсудим разные вопросы и жизненные темы. Ну что ж, до новых встреч. Продолжение следует...